Подготовка к пожароопасному периоду стала ключевым вопросом на заседание регионального правительства, которое прошло 7 марта. Особое внимание уделено борьбе с лесными и торфяными пожарами, палом травы, которые наносят ущерб окружающей среде. Готов ли регион к прохождению пожароопасного периода и какие меры будут предприниматься, расскажем в следующем материале выпуска. 55% территории Верхней Волжи занято лесами. Регион один из самых лесистых в ЦФО. Вместе с тем в весенне-летний период обостряется ситуация с лесными и торфяными пожарами. Причина – неосторожность костры, окурки, пал сухой травы. Традиционно пожароопасный период устанавливается в Верхней Волжи с 10 апреля. Но в этом году синоптики благоприятной для пожаров погоды не ждут. Говорит, что прямо в апреле у нас наступит пожароопасный период, конечно, нельзя. Даже при всем там каком-то чрезвычайном тепле. Потому что большое количество осадков, большая высота снега, температурный режим постоянно меняется от плюса к минусу. И почва влажная, и сильной жары не предвидится. Борьбе с этой проблемой уделено особое внимание на заседание регионального правительства. В 2022 году в Тверской области пожару подверглись 42,3 гектара лесонасаждений. Но при этом это меньше, чем в 2021-м. Тогда от огня пострадало более 67 гектаров леса. Во многом сокращение числа пожаров – результат системной работы, которая проводится в регионе. На борьбу с лесными пожарами готовы выйти 2000 человек, свыше 1000 единиц техники. При необходимости предусмотрено привлечение дополнительных сил и средств. Свои ресурсы готовы предоставить в том числе авиалесохрана. Тверская область относится в Центральном федеральном округе к наиболее горимым. Здесь есть торфяники, есть заболоченные участки, они удаленные. Поэтому здесь и видеомониторинг обеспечен, и наземный мониторинг, ну и авиационное патрулирование проводится, что очень помогает для своевременного обнаружения, ну и для координации сил и средств, непосредственно работающих на пожаре. Муниципалитеты и Министерство лесного хозяйства до 10 апреля должны обеспечить готовность специализированной техники. Глава региона Игоря Рудени подчеркнул, следует продолжить опашку, расчистку и создание минерализированных полос, обустройство противопожарных водоемов, ремонт лесных дорог, подъездов к лагерям. Еще одна задача с конца марта – обеспечить работу системы мониторинга обстановки в лесах, включая видеонаблюдение, спутниковый и авиационный мониторинг, патрулирование лесных массивов. Совместно с федеральными структурами мы определили группировку сил и средств. Сегодня утверждена карта расстановки сил и средств, это включая и пожарные поезда, это наш МЧС, это, соответственно, авиалесохрана, это Министерство лесного хозяйства. Очень важно, что ключевую роль будет играть активное участие муниципальных образований в профилактике. Важно, чтобы главы муниципалитетов в текущем году провели необходимые мероприятия на своих территориях, обеспечили высокий уровень профилактики подготовки к пожароопасному периоду. Также губернатор поручил проработать вопрос о введении в муниципалитетах паспортов готовности к пожароопасному периоду. Продолжение следует...